Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Я сегодня еду в деревню. Хотела сделать вообще сюрприз для родителей. И не хотела вообще говорить, что я приезжаю за ними. Изначально папа мне сказал, что зачем тебе переться из города в деревню только ради нас. Мы просто возьмём отсюда такси и приедем, так что не переживай, не палься. Но я думаю, что родители это самые главные люди в нашей жизни. И если мы можем что-то для них сделать, это просто с удовольствием надо делать. Потому что наши родители в детстве вложили в нас всё самое лучшее. По крайней мере, у меня так было. Я их безумно люблю. И любая мелочь, которая может их обрадовать, я готова с удовольствием это делать. Изначально я хотела сделать сюрприз. И вообще не говорить о том, что я приезжаю. И опля, я приехала. Но с другой стороны, я подумала, может быть из города им что-то нужно привезти. Поэтому лучше им сказать. Поэтому я всё-таки в конце вчера предупредила, что я еду. И спросила у мамы, что же стоит привезти. Мама сказала кое-что, что надо привезти. И я это всё закупила. Сейчас уже время 12. И уже пора собирать манатки и выезжать. Потому что я хочу пораньше поехать. И на улице начался дождик. Брать много чего с собой не буду. Всё по минимуму, потому что буквально там будут 3 дня. Начнём, пожалуй, с косметики. Я возьму вот эту палетку от NYX. Я её обожаю, потому что она компактная. И всеми тремя средствами я пользуюсь. Пудра здесь просто обалденная. Бальзам для губ от Golden Rose. Помада, которая сегодня у меня на губах в невероятно крутом оттенке от Evelyn. Это 430 оттенок. Моя любимая тушь от Essence. И карандаш, который идеально подходит под эту помаду от Miss Thais. Палетка, которая прошла просто огонь и воду и медные трубы. Все оттенки у меня идут на ура. Берём её. И увлажняющий крем от Bioderma. Беру обязательно свои очки. Что касается одежды, здесь гораздо сложнее. Не знаю даже, что брать. Какая погода там будет, обязательно надо посмотреть. Но так как я там буду всего 3 дня, думаю, особо много вещей брать с собой точно не нужно. Кстати, по минимуму ещё кое-что взяла касательно бумажных сюрпризов. Немножко маркеров. Вдруг мне захочется порисовать. Но обычно, когда я беру с собой всё это, то обычно мне не хочется рисовать. Но как только не беру с собой, сразу у меня возникает это желание. И всё это мы будем помещать в эту мою сумочку, с которой я обычно ходила на спорт. Вот честно, девочки, очень правильно говорят, не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Вчера вечером я хотела помыть посуду, но потом подумала, что особо никакого дедлайна нету. Поэтому завтра утром встану, помою посуду и потихоньку поеду. А оказывается, сегодня нет воды. И как оставить всю эту красоту на несколько дней непомытой? Я просто не представляю, что здесь будет и какая вонь здесь будет стоять. Но, честно, сидеть и ждать, когда же придёт вода, тоже как-то нецелесообразно. Наверное, надо было вчера всё это дело помыть. Предварительно специально постирала свои белые кроссовки. Думала, сегодня поеду в них. А как оказывается, на улице дождь. Поэтому придётся надеть что-то другое. Обожаю эти свои кроссовки. Я их покупала ещё давненько в Нью-Йоркере. И в спортзал ходила с ними. И стирала через день, можно сказать. Но всё равно они в прекрасном виде. Очень нравятся. Возвращаюсь к вам. Почему у меня люк закрыт? Как его открыть? Ой. Мои хорошие, я уже полпути проехала. Что случилось со мной? Хочу вкратце немножко вам рассказать. В общем, по дороге я вижу, что стоит парень, голосует. И я увидела в нём нашего соседа. То есть, очень внешне похож был в столе. Я подумала, если это наш сосед, как-то будет неприлично проехать рядом с ним. Это будет как минимум некрасиво. Я решила остановиться. И вот после того, как я остановилась, я обратила внимание, что это не мой сосед. Мне как-то стыдно стало говорить, что извините. Я думала, что вы мой сосед. А оказывается, нет. Поэтому я с вами ехать не буду. И, в общем, он сел и всю дорогу мне что-то рассказывал. Что он поёт. Он мей ханачи. И так далее. Короче, всю дорогу я была как-то, знаете, некомфортно мне было. И вообще, совет на будущем. Мой папа всегда говорил, никогда никого не бери за дороги. Хотя это, наверное, хорошо. С одной стороны, я сделала хорошее кому-то. Но мне было в этот момент очень некомфортно. Непонятно, на какого человека ты можешь нарваться и так далее. Я сделала добро. Но в этот момент мне было очень некомфортно. Я просто спутала его с другим человеком. И потом мне чисто было некомфортно ему сказать, что извините, я вас перепутала. Еду я, кстати, по навигатору. Здесь очень вкусный шашлык. Но мама всегда говорит, что здесь его покупать не стоит. Потому что непонятно, из какого мяса он приготовлен. Поэтому я это делать не буду. Надеюсь, что мамочка что-то вкусненькое приготовила для меня. Ну что, мои хорошие, я уже приехала. Ура! Я увидела Твиксика, и он даже не скучал. Смотрите, кого я вижу. Алекс, привет! Привет, булочка! Сначала, конечно, свой желудок. Сына, Твикс, это всё дела потом. Сначала свой желудок. Приятного мне аппетита. Смотрите, какой туалет у Твикса. Как тебе дурачок здесь? Он меня вообще не признаёт, но зато подружился с Алексом. Ну, хоть с кем-то у тебя хорошие отношения. Видишь, сколько туалета. Булочка, мамина, булочку. Съем тебя, съем. Не очень они подружились, как я вижу. Так. Придурки! Успокоились! Нет, я поспешила вам сказать, что они подружились. Алекс, ты что делаешь? Ты что, на моего сына нападаешь? Где сын? Сына Твикс. Мамина радость. Твикс! Да он уже привык, видимо. Не сильно боится. Кыш! 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 Алекс! Кыш! Я девочке наивно предполагала, что Твиксик, как только меня увидит, подбежит, скажет, мамочка, я так скучал. Ладно, хотя бы мамочка не скажет, но хотя бы будет ласкаться. Я почувствую, что он скучал, но нет. Ему вообще плевать на меня, он даже не помнит, как меня звали и кто я такая. Вот. Что за бессовестный сын. Что за бессовестный сын. Неделя. Неделя прошла, он меня уже знать не знает. Возвращаюсь опять к вам. Я еле выехала с помощью папы. Это, конечно, ужас какой-то. Что вам сказать? Сложно с папой ехать, конечно. Мы сейчас направляемся на кладбище. Я вам сейчас обязательно все это дело покажу. Уже готова не только могильная плита для бабушки, но и дедушки и моего дяди. Все готово. Очень красиво получилось. Я уже видела фотографии, но сейчас мы увидим это все дело в жизни. Мы как-то сильно здесь оставаться не будем. Завтра планируем вернуться обратно. Это друг-друг детства мой, которого вы хотели видеть. И папочка. Не знаю, конечно, насколько это будет интересно. Вот. Но это наше кладбище. Папа, мама и друг детства. Здесь такой аромат каких-то цветочков. Я понять не могу, что за цветы. Все могилы в обязательном порядке ставятся в одну сторону лицом. Я не знаю, зачем это делается, но у нас тоже так же они стоят. Летом, кстати, здесь бывают змеи. Мы всегда с бабушкой боялись летом сюда ходить. Потому что в жару, вот смотрите, даже их норки. Это мой дедушка. Познакомьтесь. Что ты смеешься? Дедушка. В общем, вот такая у него теперь надгробная плита. Это все поменяли. А это мой дядя, которого я никогда не видела. Кстати, дедушку тоже я не видела. Он умер задолго до моего рождения. В 88-м году скончался. А эту надгробную плиту я вам уже показывала. Это бабушкина. И здесь вот такие вазы еще специальные. Очень красиво получилось, кстати. Так аккуратненько. И здесь тоже трава расти не будет. Я очень много слышала от папы про дедушку. Что он был врачом. И вообще папа всегда любит очень много рассказывать про дедушку. И мне очень жаль, что я его никогда не видела. Он скончался от рака. Он всю жизнь лечил людей. Но его никто вылечить не смог. Причем помогал почти всем. То есть соседним селам помогал. То есть был достаточно такой, знаете, добрый человек. И даже сейчас, когда мы едем в деревню, где родился папа, когда все вспоминают моего деда, его вспоминают только с улыбкой. Только с хорошими, теплыми воспоминаниями. Потому что человек был действительно... Не потому что мой дедушка, я вам говорю это. Это действительно так. О нем все отзываются просто замечательно. То есть он был врачом не просто по диплому, так скажем, да? А врачом по призванию. Какая классная погода. Вообще каждый раз, когда приезжаю на кладбище, это такое место, оно немножко завораживает, заставляет немножко задуматься. Я очень люблю гулять по кладбищу, смотреть на людей. Особенно на молодых людей, которые скончались по той или иной причине. В общем, немножко переосмысливаешь жизнь, задумываешься. В ежедневной суете, вот этой рутине, мы не замечаем, как проходит вокруг нас жизнь. Сейчас это тоже будет звучать очень пессимистично, на самом деле. Но все же я это скажу. То есть жизнь, она проходит где-то мимо нас. И как папа говорит, последний адрес, который мы посетим, это вот это место. Вот. И когда смотришь на людей, особенно, знаете как, когда ты недавно видел свою соседку, например, а сейчас видишь ее фотографии на могильной плите, как-то становится немножко не по себе. Так что берегите эту жизнь, берегите людей, которые рядом с вами. Цените каждую минуту, радуйтесь, не горюйте. Ни по какому поводу просто. Смотрите, везде есть фотографии. Я, правда, их не знаю, кто это. Но в любом случае, над каждой надгробной плитой есть обязательно фотографии. Мне просто в комментариях писали, что как вы можете, вы же мусульмане, фотографии нельзя. То есть вот, видите, у всех стоят фотографии. Правда, у кого-то мрамор поменьше, у кого-то побольше, но суть остается неизменной. У всех есть фотографии, надпища, это могила и так далее. Мне, кстати, наша родственница сказала, что люди, которые пишут мне про это, они пишут правильно. То есть, по идее, могила должна через сто лет исчезнуть. Человек появляется, и он должен исчезнуть. А когда с фотографией, с подобными камнями, это всё не исчезает. Но в любом случае, как все делают, так же делаем мы. Но есть вот такие ещё безымянные могилки. Вот. Но такое меньше сто. Вау, девочки, как красиво. Посмотрите, какие красивые цветочки здесь. Очень круто смотрятся. Друг детства убегает от меня, чтобы я его не запечатлела. Он-то не знает, что вы его уже видели. В общем, это, конечно, классная идея. Но у нас так не получится, потому что у нас полностью забетонировано. А у них здесь было пространство, где можно было посадить цветочки. Когда человек умирает, его на плечах приносят и кладут вот сюда. Как мне сейчас рассказал мой друг детства. Молла спрашивает, есть ли у кого-то долги. Погибший, возможно, кому-то что-то должен. И, в общем, близкие люди этого человека отдают его долги, так скажем. После этого его уже направляют туда и там уже хоронят. Как он мне объяснил, это место существует для этого. Я не успела руки помыть. А-а-а. Не, давай, включи. Уже не буду следующий дубль снимать. Ледяная вода просто. Спасибо. Время 8 часов утра. Встали пораньше. Спали, кстати, с Твиксиком. Он, конечно, очень грязный, но он вовсю прям ласкается. Вроде оттолкнуть тоже не хочется, но и с другой стороны он валяется просто под каждым кустом. Я с собой взяла кучу всего. Там насчет бумажных сюрпризов и так далее, но ничего не успеваю. То есть, по идее, получится, что я просто это привезла и вместе с собой это все дело увезу. Но так как на машине ничего страшного, то есть, ни руками таскала, но несколько дней уже ничего не поющего в Инстаграм, я заметила, что уже мои подписчики начали волноваться, переживать за меня. Это, честно, очень приятно. Просто люди привыкли, что я постоянно что-то довыкладываю. То есть, так, чтобы прям я пропала, такое бывает крайне редко. Вчера я надела свой браслет, который я заказала Шейн. Приехала сюда, мама увидела этот браслет, у мамы сразу глаз загорелся. Мама говорит, признавайся, кто тебе подарил этот браслет? Я говорю, мама, это бижутерия. Она говорит, я вижу, что это золото, и причем дорогой браслет. Признавайся, кто тебе его подарил? Я говорю, мама, откуда такое счастье? Не то, что я сама себе его купила. Это вообще не золото. Почему-то, когда я улыбаюсь, мама думает, что я вру. Хотя я в жизни, честно, очень редко вру. Очень-очень редко. Прям в крайних случаях, когда просто другого выхода нету, я прям вынуждена врать. Вот только в таких случаях. Я не могу сказать, что люди вокруг меня часто ловят меня на броне. И я не люблю, когда врут еще окружающие. Это меня тоже как-то подвешивает. Я уже не могу доверять человеку, которого я несколько раз поймала на бронье. Речь идет про этот браслет с эмалью. Здесь розовые такие вставки. Очень красивый браслетик. И мама говорит, что это золото. У нас вообще в магазинах очень много изделий наподобие. То есть у нас по большей части золотые украшения делают под бижутерию. То есть не как классика, классические какие-то браслеты. А вот наподобие изделий очень много. Скорее всего, поэтому мама подумала, что это золото. Но браслет невероятно красивый. Можно даже заказать себе такой золотой. Я заметила, что в России, например, больше изделий золотых, которые прям явно видно, что это ювелирка. А у нас больше делают изделия, которые похожи на бижутерию, но при этом это золото. Так прикольно в деревне коровы мукают. Такой вайп сразу деревенский. О, готово. Я люблю потуже, чтобы сильно не болталось. Здесь у меня еще остается вот такая вот цепочка с запаской. Ее, кстати, можно просто отрезать. У нас в магазинах уже вовсю продают алчом. Но наша еще не поспела. Сейчас вам покажу размер. Она еще совсем маленькая, но уже очень сочная и безумно вкусная. Помните, я раньше мукбанки снимала. Она достаточно кисленькая. И обычно ее кушают с солью. Но в последних мукбанках я так ее переела, что уже кушать не могу. Хотя очень хороший сорт. Вот у нас, смотрите, раз, два, три, четыре дерева. Это я попросила папу их посадить. Но он сейчас уже, знаете, переел. После мукбанков и обжираловок. Мы приехали. И первое, что мы делаем, купаем Кликсик. Это просто невозможно. Он настолько грязный. Но купаться не хочет. Специально ушки мы стараемся не мочить. Точнее, мама его моет, а я снимаю для вас. На самом деле, я тоже участвовала. Просто сейчас решила взять камеру. Немножко запечатленить вам моментик. Какой-то ваш ловит. Ему не горячо, но вроде бы это горячее. Он не жалуется. Нам что-то не заметно, что он не жалуется. По его глазам видно, что он недоволен крайне. Ноготочки еще подрезать надо. Дурачку. Блин, как же классно дома, девочки. Это просто не передать словами. Время уже почти восемь. И я начинаю монтаж этого влога. Еще у меня есть еще один. По дороге мы с папой чуть не поругались. Он постоянно опять делал замечания. Надо было его вообще посадить сзади. Потому что это был конкретный стресс ехать с ним. Слава богу, я ни в кого не врезалась. Это просто чудо. Это просто чудо, что я ни в кого не врезалась. Уже в следующий раз. Либо я не за рулем, я папе сказала. Либо он сидит сзади. Два варианта. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. Пока.